Всем привет, с вами Красный Скорпион и сегодня по просьбам всего лишь трех человек Я начинаю прохождение серии Call of Duty Black Ops И начнем мы с первой игры в серии, так сказать, приквела, которая даже не имеет названия Black Ops Называется Call of Duty World at War Это игра, вышедшая после Call of Duty 4 Modern Warfare Ремастерд-версию, которую я совсем недавно рассмотрел Она вышла в 2008 году И как раз-таки это и была первая игра, так сказать, в серии Black Ops Несмотря на то, что ее события происходили задолго, до Холодной войны Ну как задолго, там, за год, за два, до начала Холодной войны в 45-м году После речи Черчилля Ну это историки уже больше знают В общем, Call of Duty World at War Приквел к событиям Black Ops Которым нам расскажут про, так сказать, душевное истязание некоторых персонажей Ну, собственно говоря, вы сейчас все сами и увидите Это игра про Вторую мировую войну Последняя классическая Call of Duty про, наверное, самый масштабный вооруженный конфликт в истории Ну, по крайней мере, за 20-й век Ну, исключая современную Call of Duty World War 2 Которую меня тоже один человек просил пройти Но я не могу ее пройти, потому что у меня нет лицензии Да и вообще, мне именно новая тенденция делать Call of Duty про старое время не очень понравилась И, как бы так сказать, Call of Duty World War 2 Это не про Вторую мировую Это про североамериканско-немецкую войну Где американцы воюют с немцами Там нету ни про русских с немцами Ни про британцев с немцами Ни про французов То есть, ну, не глобальное Я даже думаю, что она не должна называться World War 2 А как-нибудь по-другому В общем, Call of Duty World at War Прохождение начинаем Так, одиночная игра Новая игра Ветеран Смотрим высоко бюджетную заставку В скобочках нет Территориальная экспансия Император Хирохито 1937 год Так, это вроде Франклин Рузвельт Да, по идее, это он Эмбарго Не, на самом деле Вот, довольно-таки атмосферно То, что в старых Call of Duty Про Вторую Мировую Ну, особенно World at War Показывают Исторические ролики Ну и, собственно говоря, мы перемещаемся в шкуру типичного американского солдата Так Рядовой Миллер Японские территории Остров Макин Один только песок И небольшая военная база японцев Разведотряд Миллера высадился там почти неделю назад С тех пор от них нет никаких вискей Ждать мы не будем Отправляемся туда Хотя, скорее всего, все они уже погибли Если слухи о японцах равнивы Смерть Лучшее, что ждало их на острове И да, сразу говорю то, что я буду играть с русской озвучкой Потому что Так, уже миссия все равно началась Всегда готов Атол Макин Южная часть Тихого океана 17 августа 1942 года Рядовой Миллер Второй рейдерский батальон Морской пехот США Рейдеры Карлсона Думаешь, если ты молчишь Это значит, что ты сильный? Если я молчу, значит, что я Гордон Фриман Ты просто упрямый Ничего им не говори! Упрямый Гордон Фриман Все американцы такие Да, но Гордон Фриман не американец Он это вообще смелый шаг Ну, видимо, он сейчас за него и поплатится Убейте обоих А ты не должен разве руки скрестить? Ты же японец А, нет, тут другие Кстати, у меня такое ощущение, что с Ройбука срисовали будущего сопа в Modern Warfare 2 Так, я вижу, там фонарик Так В общем-то, я решил играть все-таки с русской озвучкой Хотя это был трудный выбор, потому что я лично считаю, что оригинал озвучен лучше Так Кстати, где здесь? А, он не выжигал глаз, там просто ожог В общем, ну опять-таки игра про Вторую мировую Берем нашу знаменитую американскую винтовку M1 Garant Наверное, самое известное оружие Второй мировой войны Ну, со стороны американцев, конечно же Мне кажется, самое известное оружие Второй мировой это Мосинка Так Еще здесь нужно собирать карты смерти для зомби-режима и для кооперативного режима Так что возьмем Здесь такой пинг прикольный у M1 Garant, когда у нее пачка патронов вылетает Пачка от патронов Иди сюда, быстро Перебить этих ублюдков всех за одного Так В принципе, мне World of War уже нравится на Ветеране больше, чем даже оригинальная Call of Duty 4 Modern Warfare Потому что здесь не настолько сложно Здесь меньше скриптового огня Хоть в некоторых моментах он и есть Но нету такого, чтобы ты вышел на противника и тебя сразу же с трех пуль уважили Но здесь возникает другая проблема Прямо тебя закидывают просто огромнейшим количеством гранат Причем реально огромным Так, а еще есть проблема в том, что тебя постоянно зажимают в союзе Но стрелять здесь, слава тебе, господи, чуть-чуть полегче Один из них спрыгнул в воду Поплавать решил, видимо, по середине сражения А, вот видите, то есть во время скрипта, пока он перелезал, он был бессмертен Как только скрипт закончился, он тут же умер Так, собственно говоря, что у нас здесь еще есть? Надо бы взять что-то автоматическое Автоматическое, с пистолетом мы долго не протянем Здесь я видел тип 100 Да сейчас, Ройбук, подожди Какая у нас задача? Зачистить деревню Ну что ж, мы пока что успешно справляемся Более-менее Надо еще будет звук проверить после первого выпуска Так А, рядовой Райан, это же отсылка Точно, я забыл Здесь же во всех практически Call of Duty отсылка к рядовому Райану С того самого фильма Надо его, кстати, посмотреть Потому что еще на того, как его все расхваливают и все пиарят Ну при этом, что он еще и старый Относительно Так, а вот и японский офицер Опять скрипт Так, что у нас тут есть? А здесь есть Томпсон Вот, Томпсон, это, наверное, самое известное Ну, второе Самое известное оружие Второй мировой войны Со стороны американцев М1А1 Томпсон Здесь он с секторным магазином Так, там пулеметчик снят Жалко, патронов мало А подобрать больше негде Хотя, по идее, у американцев должны еще быть Но я своих товарищей убиваю только в самых крайних случаях Когда прям уже совсем патронов нет Хэдшот Точно нет ничего? Можно было бы взять винтовку Не, все-таки мы возьмем тип 100 Потому что здесь таких оружий попадается побольше, чем Томпсона Ну, в общем, я не знаю, какая здесь будет озвучка Ну, да, в некоторых моментах Ну, в целом-то озвучено хорошо В целом озвучено хорошо Не отлично, но более-менее Ну, это не третий Black Ops Кстати, обязательно пишите, стоит ли проходить Black Ops 3 Потому что, ну, у меня эта игра лицензионная есть Но просто, как бы, ну, чувства от прохождения Какие она вызовет у вас, я не знаю Я просто прошел и вообще не испытал фактически никаких эмоций То есть, ну, рядовая игра Пил-пил Вот ты бежишь, там засада, твою мать Да все так скриптово со стороны выглядит Идем дальше Каправо Ройбук, сержант Салливан Так, вот здесь, кстати Так, отлично, прожектор уничтожен Правда, хрен знает, зачем это нам понадобилось Господи, что же Так, это наши Не наши вот в том бункере Давай отсюда, к чертовой матери А в кого вы еще застреляете, алло Они направляются сюда А, понятно, здесь японский офицер Так, здесь у нас пулемет Маломет Ну, хоть не Мухаммед Ну, то есть, единственный фейспаум локализации в том, что Некоторые интонации не соблюдены И некоторых актеров озвучки Они подобрали совершенно несоответствующим типажам Этой вспышки никак не избежать Даже если, я не знаю, там Так, вот, опять скрипты Так, граната, тихо Где же мне просто закидывают Так, что-то освещение поменялось Да подвинься ты Почему у вас все такие каменные И вас вообще нельзя подвинуть? Готов Так, я сейчас проверю Да вроде пусто Так, вон они бегут Вообще, это все немножко напоминает атмосферу Следующие части Серии Black Ops Это не японцы, а гуки Гуки засели на деревьях Ой, а вот это что-то скрипт был Потому что только что он Выстрелил в меня еще когда не выбежал даже Так, граната А, пошел нафиг Ты твою мать, быстро Задолбали гранатами Ну, в принципе, это еще нас заколебет Потому что это фишка этой части На самом деле, всех первых частей Call of Duty То, что здесь очень активно закидывают гранатами Ну, не скрипты, так гранаты Не знаю, что из этого лучше Но самое интересное то, что гранаты реально очень много И гранаты есть даже в тех моментах Когда их вроде бы никто не кидал Так, отлично, пулеметчик уничтожен Сейчас проделаем дыру в их обороне С помощью проделания дыры в этой бочке Вот такая вот двуступенчатая метафора А мы не должны выстрелить по нему А, понятно Так-то подвиньтесь вы, каменные стуканы Вон они бегут Буки Мне бы на М1 Гарант какой-нибудь оптический прицел Было бы уже замечательно Так, бежим, бежим, бежим Пока нас прикрывают Вон они вдалеке Так, граната Так Это уже что-то мне не очень нравится Да, здесь надо очень активно двигаться Чтоб тебя не зажали на месте И не закидали гранатами Достигнута контрольная точка Да вы задолбали Так В принципе здесь даже можно по голосам ориентироваться Ой Это плохо Обратно Обратно Устанавливаем Почему так долго Хе-хе-хе Мы должны добраться до точки высадки Лодки Живо Как можно быстрее Саливан Надо чтобы джейл Поздали взрыватели Заряды готовы к подрыву Пошел Оу Так, ну судя по этому Это скрипт Попался Вдруг у меня есть неоткуда появляется пистолет Готов Поверни меня немножко направо А то у меня скрипт заглючил Отлично Только не говорите, что все взрыватели испорчены Готов И все готовы И даже название миссии всегда готов Ну а на этом видеоролик подошел к концу Если не хочешь пропустить новые видео или различные новости То обязательно подпишись на канал Также оценивай видеоролик Лайк или дизлайк И конечно же напиши комментарий Или дополнительный вопрос На который я обязательно отвечу Ну а с вами был Красный Скорпион До скорых встреч в следующем видеоролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok